Ну понимаешь, она мой человек. Вот у меня был такой юношеский максимализм и такая эйфория романтизма от товарищества, которое может продлиться годами, от друга детства, которое никогда не предаст, и которого ты можешь поставить выше семьи, выше любимого человека, потому что это друг детства. Блин, вот такой вот один. А потом, во, пошел ты со своей дружбой, потому что время меняется, люди становятся, ай-яй-яй, а вот ценности надо, дружба, какая дружба. Вот, остаешь, ты один, и единственный человек, который тебя может поддержать и в хорошую минуту, и в тяжелую минуту, остается жена. Так хорошо, а вот что вы такое изменили в себе во время семейной продолжительной жизни? Чем вы, в общем, ну если не гордитесь, то очень довольны? Мои привычки, мое отношение к людям. Я терпимый, я прощаю тут же и не беру это близко к сердцу, потому что люди сами не ведают того, что творят. А потом у меня жизнь была кардинально другая. Мы начали взрослеть в Союз Советских Социалистических Республик, а отричество пришло на свободную Россию, когда открывались первые клубы, и жизнь казалась, упс, как это водку можно купить не у таксиста, и что можно до трех часов посидеть в ресторане под салат Оливье, и что и до четырех, и до утра? Ну ты знаешь, это разудалое время. Вот. Сожрало огромное количество времени, но по-другому жить невозможно было, потому что надо было исследовать все. А я когда посмотрел фильм «Трейнспоттинг», перемотал на начало и еще раз посмотрел, и сказал, блин, это я должен был снять этот фильм. Я знаю все это. Это я должен... Почему ты снял за меня мой фильм? Как ты посмел снять за меня мой фильм? Ну-ну, а вот, значит, вот ты посмотрел тот самый «На игле». Ты понимаешь, я испугался. Я испугался освободить себя от... То есть я и тогда был приличный в школе, хотя ни хрена не учился, дрался и выпивал со Степаком Михалковым портвейн в... В ваниле. Да какой ваниле? Подворотни на улице Нежданова. Но с виду был в то время приличный, а внутри меня сидела гремучая змея. И смелости не хватило. Смелости не хватило. Хотя, сколько фильмов вышло про якобы вот этот период, про этих людей. Там Тодор снял «Лимиту». Там, помнишь, есть такие какие-то танцы новорусских, которые танцевали в каком-то месте. Ах, ах, такие танцы. Такая, по-моему, ерундень. Я знал эту жизнь изнутри, знал, как разговаривают люди, чем они, что они делают, как они прожигают, как бенгальский огонь свою жизнь. И побоялся я снять такую картину. Побоялся. Побоялся открыться. И знаешь что, до сих пор я боюсь каких-то вещей вспоминать вот эту гремучую змею, которая сидит во мне. Вот какая штука. Мы с Димой, хотя всем говорим, включайте телефон, но вот мало кто был вынужден его затем выключить. Потому что хотел ты звонят, но раз в полчаса. А тут за 10 минут включения мобильника, ну ты три раза вынужден был отвлечь. Значит, это востребованность, Фёдор. А ведь вот тогда, в 93-м, мы тоже были, мы почувствовали свою востребованность. Возвращаясь к тому, что ты говорил про моего отца и про боязнь оказаться в ситуации растоптанного. Я помню дефолт, когда мы сидели с двумя моими партнёрами, так ноги положили на такой же стеклянный стол и смотрели на телефоны, которые молчали. Я так краем вспомнил это время и подумал, боже мой, ну соскочило всё в один момент. Причём меня срезало вот на таком подъёме. Не на таком, а вот просто вот на таком срезало. И я подумал, ну хорошо, что хоть директора под нож не ставят в подворотне, да, и ну пока ещё там жени не надо охранника нанимать. Хотя я уже позадумываюсь об этом, потому что вокруг стали появляться такие признаки начала 90-х. Девушек из машины высаживают, кого-то ограбят и так далее, и так далее. Ну жить-то на что-то надо, а огромное количество безработных в Москве. Огромное количество. Я подумал, ну что происходит с тобой? Ай, ты звонишь. Алло. Выключил. Ай, ты звонишь. Алло. Ой. Алло. А потом прошёл период определённый, и вот я его начало новой истории, которая произошла со мной, почувствовал только неделю тому назад. Просто какой-то обвал предложений. На самом деле у меня полное ощущение, что мы говорим об истории России новейшей, а не об истории Фёдора Сергеевича Бондарчука. Да, многие ушли вот так на взлёте, так фум, как фейерверк, а до земли долетело, да ни хрена не долетело. А многие, кто выжили в этой ситуации, потом пережили дефолт, потом пережили...